Здравствуйте, уважаемый телезритель! Вы смотрите программу «Социум» на канале Аллатоу-24. Пять серебряных медалей на международном конкурсе в Кувейте завоевали изобретение известного ортопеда-академика, автора около 90 изобретений в области ортопедии Сабребека Джумабекова. И сегодня он гость нашей студии. Здравствуйте! Примите наши поздравления. И нам, конечно, не терпится узнать побольше о том международном конкурсе, который прошел в Кувейте, и как вы вообще получили такую возможность участвовать в нем? Во-первых, давайте начнем с того, что такое изобретение. Это изобретение – это ноу-хау, который не имеет аналогов мировой практики. То есть я имею в частности в ортопедию. Это вклад в мировую ортопедию называется. Патент на изобретение дается с нашим Кыргызским патентом, который проводит всемирные, можно сказать, международные исследования. После результата этого дается патент на изобретение. Мы имеем не только изобретение нашего Кыргызстана, мы имеем еще и изобретение других патентов других стран. А как мы попали, это очень просто. Просто мы получили по линии МИДа, нашего Министерства здравоохранения, получили просто информационное письмо, что проводится такая-то выставка в Кувейте, приглашаются все желающие туда. То есть человек может подать свои изобретения, а там уже на конкурсной основе приглашают участников этого конкурса. Конкурса выставки называется. Выставки конкурса. И мы подали на общих основаниях через интернет, подали наши изобретения, 86 изобретений мы подали. Прежде чем подать, мы сделали вот такую книжку, здесь есть все наши изобретения на английском языке и наши патенты. Потом в конце мы включили вот такие фотографии, рисунки, схемы нашей конструкции, наши способы, наши операции и несколько клинических примеров. Чтобы было понятно, чтобы люди видели до операции и после операции результатов лечения наших пациентов. Вот таким образом мы отправили, в результате они приняли 5 работ наших, 5 изобретений и нас пригласили. Вот таким образом мы попали в Кувейте. Но хочется отметить, что в конкурсе приняли участие более 2000 научных работ, приглашены 180 человек из 36 государств. И от СНГ были только вы. Вы можете сейчас коротко говорить о своих изобретениях, потому что очень интересно, каким образом они помогают пациентам? Во-первых, у нас здесь мы получили серебряные медали с сертификатом на 5 наших изобретений. Во-первых, это у нас лечение врожденного вывиха у детей, можно сказать, с рождения, можно сказать, когда мы выявляемся в дисплазии, тазобедренного сустава. Чтобы не делать операцию, мы можем закрыто вправить вывихи и фиксировать с помощью специальных шин. Шин так и называется, это шина Джумабекова называется. Мы получили за это патент. Вот в этом журнале у нас есть фотография этого изобретения. И таким образом можно лечить вывиха без операции. То есть человек, который мог остаться на всю жизнь неходящим, это ему не грозит. С помощью вашего изобретения вы поставите его на ноги. Таким образом можно. Потом второе изобретение у нас это лечение воронкообразной деформации грудной клетки. Когда грудная клетка выходит внутрь, давит внутренних органов, в частности, это самое главное, сердце. И мешает для развития ребенка. Не только сердце, а еще других органов. Поэтому в таких случаях мы предлагаем свою конструкцию. Тоже в этом журнале у нас имеется. Вот таким образом, типа как мы называем, как... Ставится какой-то протез. Как бабочки, да, вот есть, смотрите. Мы открываем грудную клетку, поднимаем грудную клетку и фиксируем на эту конструкцию. Вот таким образом, нет, это буквально на 2-3 года, потом все срастается и мы убираем конструкцию. Вот за это мы тоже получили патент на изобретение. Патент на изобретение. Следующий у нас патент, это лечение переломов позвоночника. Это очень серьезно. И лечение сколиоза позвоночника, да. У нас тоже имеются примеры в этом журнале. За это тоже мы получили патент. За патент получили вот такие вот медали серебряные. И четвертый у нас, это лечение удлинения конечностей. Это на метод мы получили. То есть у нас на 3 конструкции мы получили устройство, а на 3 медали, за 2 медали мы получили способ лечения, как метод. То есть мы предложили свой метод удлинения конечностей. У нас есть в практике, мы удлинили конечности бедра, голени на 31 сантиметров. Ничего себе. Это очень уникальный случай, можно считать, как раньше был у нас тенксбек. Нога перевернута была на обратную сторону. В данном случае мы удлинили конечностей на 31 сантиметр. У нас таких больных очень много, я имею в виду удлинение. За последние 15-20 лет мы удлинили более 300 человек, более 300 больных на нижней, верхней конечности. Самый максимум это 31. Вот это 31 сантиметр, это вызвало очень бурное обсуждение. Когда вот оценочные комиссии, когда к нам подходили, они сказали, они тоже ортопеды, врачи, профессора, прошли обучение в один в Америке, другой в Англии учился. Это кувейтские местные врачи сказали, что вот этот 31 сантиметр вы можете подать на книгу. В книгу рекордов гейности. Вот это все оттуда вышло. Почему вот, ну в принципе, понимаете, мы можем это подать. Раньше у нас такие даже выставки не было. Оказывается, мы им от Енгсбека можем подать, этого, таких случаев можем подать. Ну, посмотрим, плема покажет. Ну, простому обывателю сложно представить, как можно работать с костями, выпрямлять нам. Они же твердые, но они имеют свойство быть живыми, да, и делиться клетки, и наращиваться. И последнее у нашей изобретения, это деформация в коленном суставе. То есть есть у нас молодые люди, и мальчики, и девочки, вот такими ногами, мы называем О-образную деформацию, да. Их можно с помощью нашей конструкции, с помощью нашего аппарата, мы можем, устройство, мы можем их, вот такие вот виды, бабочка называется, да. Есть у нас еще примеры к этому устройству. Вот, сейчас. Смотрите, да, вот больной до и после операции, вот в данном случае, вот здесь. Это до операции, это после. До, после операции. А вот здесь вот матчика мы удлинили на 31 сантиметр, вот, пожалуйста. Именно вот этот случай и может попасть в книгу рекордов Гиннеса. Да, да, да. Да, да, да. И после операции, вот случай, вот. Вот это примеры мы показали нашим коллегам. Вот, и за этим мы получили вот такие вот награды. Все эти серебряные медали сегодня здесь. Мы имеем возможность видеть вашу оценку, вашего труда. Скажите, пожалуйста, ваши изобретения используются ли в других странах? Ну, во-первых, наши изобретения, 90% наших изобретений у нас применяются в клинической практике, то есть в медицине, да. Уже прооперированы более, так посчитали, более 10 тысяч операций. Представляете? Это мы не за первые, где мы это сделаем. Ну, естественно, это многолетний труд. Многолетний труд, это многолетняя, можно сказать, практика на многих больных. И применяется не только у нас, применяется в многих странах. В многих странах. И устройства, которые мы применяем нашим пациентам, они производятся и тоже в многих странах. Это турецкая, швейцарская компания, которая измеренно находится уже в течение последних 10 лет, производит и продает по всему миру нашу конструкцию. Немецкая компания, Трой, тоже производит наше устройство, продает по всему миру, да. Сейчас вот китайские компании хотят с нами сотрудничать и хотят производить нашу устройство. То есть применяется, используется не только в Кыргызстане, но и в многих странах мира. А также я хочу отметить, что за наше изобретение, это не моя личная, вот не я один только придумал, понимаете, это моя команда, это мои ученики. Их тоже у вас много. Да, их тоже очень много. Были уже защищены более 30 кандидатов кандидатской диссертации и более 6 докторской диссертаций на этих изобретениях. То есть это общая наша работа, коллективная работа со своими, может, с учениками. И дальше мы дальше будем работать, дальше будем развиваться и расти, и делать вот такие изобретения для пользы нашей медицины. Но очень приятно и радостно, когда говорят о том, что наш Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, которым вы руководите, достиг уровня известных проявленных институтов стран ближнего и дальнего зарубежья. Это здесь у нас в Отечестве такой высокий уровень медицины. Скажите, пожалуйста, ну не только, наверное, за счет того, что вы применяете вот такие уникальные методы. Что еще есть в этом центре? В этом нашем центре мы сотрудничаем с многими институтами. Это, я сейчас скажу, где-то 10 институтов Российской Федерации, в том числе и ЦИТО, и Российский институт травматологии ортопедии, именно в Рейденов, Санкт-Петербург, Курганский институт травматологии ортопедии, Новосибирский институт травматологии ортопедии и так далее, и так далее. Украинскими, там всего два института, Киевский и Харкейск тоже, у нас имеется договор о сотрудничестве. И другими странами дальнего зарубежья, Европейской, Китайской, Южнокорейской, Американской, Турецкой. То есть многими-многими медицинскими центром мы имеем очень ответственные контакты, сотрудничество, потому что многие научно-практические деятельности мы проводим с ними совместно. Совместно разрабатываем, совместно изучаем, совместно практикуем и совместно воспитываем наши будущие ортопедов-травматологов. И совместно делаем науки. Это самое главное в нашей научной жизни. Очень большой вклад сделан в науку, но тем не менее, вы продолжаете вести прием обычных больных людей у себя в определенные дни в центре. И вы доступны многим слоям населения. К вам может прийти любой человек и обратиться со своей проблемой. Я думаю, что это очень важно. У нас принцип такой. Я об этом говорил всегда своим ученикам. Надо любить своих пациентов. Вот когда ты любишь своих пациентов, у тебя все получится. И Бог нам поможет. Поэтому у нас отношение такое. Мы принимаем больных безотказно. Причем вне прием бесплатный. Ну что ж, еще раз позвольте от нашего коллектива и от всех, кто знает о ваших достижениях, о ваших наградах, поздравляем вас и желаем вам дальнейших успехов. Я думаю, что у вас еще очень много планов, которые вы хотите реализовать. И очень много людей, которым вы поможете и дадите вторую жизнь. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что сегодня в нашей студии был известный ортопед, академик, автор около 90 изобретений в области ортопедии Сабребек Джумабеков. Оставайтесь на ЛТО 24. Всего доброго.